Всем привет! Сегодня расскажу о внутреннем фильтре для аквариума Blue Compact 02. Я расскажу, так как я владелец его уже пару лет, именно этого. И до этого у меня было их две штуки, это третий. И я расскажу, как они работают и как вообще с ними, что происходит. Этот фильтр справляется по характеристикам с аквариумами объемом 75 литров. Ну, у меня, наверное, объем литров 30 в моем полюдаре у меня получается. Для черепахи, вот я покажу потом. У меня черепаха, не рыбы. Вот, ну, видите, вот он у меня. Так, облез уже, стал белый, вот тут вот все. Такой вот стал весь, такой расцветки. У меня черепаха все время болтает лапами. Этот нагреватель отваливается, болтается, прижимается к этому фильтру. И вот он, хотя, может быть, даже не от этого, потому что с предыдущими такого не было. Короче, вот так вот он по своим причинам такой вот стал белый. Вот, что я могу сказать. Вот до этого у меня их было две штуки других. У одного, короче, почему пришлось его выбросить, потому что провод здесь, что ли, или в этом месте, в каком-то, короче, ну, порвался. Я не знаю, может, черепаха его порвала, может, он сам со временем, не знаю. Ну, током черепаху не долбануло, все нормально. Вот, я его выбросила. Вот другой. Сейчас, кстати, вот посмотрим, как он разбирается. Вот, вынимается. Это, это, это запчасть направляет воду в нужную вам сторону. Вот, еще тут уменьшается поток воды. Вот так вот. Я все время на вот это вот место ставлю, потому что больше всего поток воды идет. Вот, а когда уменьшаешь, то он слабо идет. Короче, я люблю, когда мощно фильтр работает, он и так слабенький. Ну, тут вот поворачивается как-то все по-дурацки. Вот, каждый раз приходится его... Короче, я вынимаю, чтобы его поставить. Так я его вынимаю и вот так вставляю. Вот здесь тут написано, не знаю, видно, вот, да, видно, плюс. Минус. Казалось бы, на плюсе должно прибавляться, да? А получается, ну да, на плюсе, блин, что я говорю-то, на плюсе. Вот, да, вот так вот я его... Короче, сейчас я не могу вспомнить, сейчас в аквариум поставлю, будет, когда будет видно. Я уже полностью запуталась. Да, получается, нет, провод у меня, провод идет сюда. Да, значит, он у меня так стоит в аквариуме. Соответственно, где у нас плюс? Плюс здесь, минус здесь. Вот, получается, что на минус, на минус вот так вот я ставлю, да, и отсюда идет вода мощным потоком. Вот. Ну, сейчас посмотрим, разберем его. Вот как он разбирается. Вот так нажимается на эти две. кнопки и открывается. И так губки сделаны в виде корпуса. Тоже такой же изгиб. И вот так вот. Вот так вставляются. А вот. Так, вынимаем. Здесь вот такая крышка. Все время она у меня вот так вот открывается. И здесь лежат эти керамические кольца для лучшей фильтрации. Ну, я их никогда не меняю. Они у меня так и валяются. Так покупаю. Только когда уже фильтр ломается, все это вместе выбрасываю. А вот ничего такого я не заметила в том, что нормально фильтруют. Думаю, менять их и незачем. Вот. А тут... Сейчас вот выложу. Выложу их. Выложу, выложу, выложу. Выложу. Так. Вот тут вот всегда надо чистить. Вот тут забивается, когда фильтр грязный становится. Здесь вот забиваются эти решетки. Вот. И чтобы их почистить, надо тут губкой по ним тереть. И лучше взять зубочистку. И вот так между этих ребер зубочисткой. Короче, чистить. Вот. И потом вот так вот выливать воду. Она вместе с грязью выходит. Я раньше, когда у меня первый был фильтр, думала, ну как же там внутри помыть. И ведь внутри там грязь остается. И я вот брала, пыталась вот это открыть. Открыть-то, конечно, можно. Но там ломаются эти штырьки, которые удерживают все. Захлопываются. И потом он у меня стал такой дырявый. И стал вот тут вот пропускать так воду. Вот. Короче, здесь этого сделать нельзя. Потому что просто так открыть нельзя. Но все. Можно сломать эти штырьки. Вот. И потом будет хреново все держаться. И пропускать воздух через эти отверстия. Вот. Поэтому теперь я ничего здесь не открываю. А вот чищу именно так. Губкой и зубочистками. Ну, а там внутри, там внутри все так, видимо, и остается как есть. Что там внутри, короче, вымываю. Вроде ничего. Но внутри, конечно, что-то остается. Но приходится с этим смириться. Остается и остается. На работу это не влияет. И так все вроде чисто. Вот. Так что смотрим дальше. Дальше в этом фильтре. Вот это его нижняя крышка. Присоски держат хорошо. Несмотря на то, что у меня черепаха. Она очень активная и сильная, большая. Вот. Эти присоски удерживают хорошо. И вниз, когда ставлю аквариума. И к стенке, когда его прижимаю. Все хорошо держится. Это большая редкость, когда эти присоски что-то удерживают. Как правило, у всех они поганые очень. Так. Ну и вот, вот сам этот механизм. Моторчик этот, который работает. Вот. Так, сейчас мы его отсоединим. Вот он. Вот. Как тут открывается. Вот. Все тут просто. Вот такая крышечка поднимается. Вот так вот. И оттуда достается этот моторчик. Его тоже надо мыть. Промывать. Вот. Чтобы на нем не было никаких наростов. Чтобы они не мешали ему работать. И вот там внутри я беру ватные палочки. И внутри там тоже прочищаю. Потому что не надо, чтобы там на стенках. Оставалась грязь. Потому что все это мешает работе фильтра. Ну а вот то, что я вам говорила. То, что у меня у одного из этих фильтров. Как он изнашивается. Вот этот вот. Крутится. Вот это вот. Фигня крутится. А со временем на вот этом штыре на металлическом появляется такая насечка. Вот. И. Ну как бы она же постепенно там углубление изнашивается. Да. И уже он начинает. Почему? Не то, что он сломался. А он начинает громко очень работать. Так что невозможно. Этот износ, короче, вызывает звук. Вибрацию. И поэтому я один из фильтров. Я его выбросила. Потому что звук стал ужасный. Вот. А когда хороший, он работает тихо достаточно. Ну, я включу. Вы увидите. Может кому-то тихо. Кому-то не тихо. Вот. Но. Мне вроде нормально. Ну вот. Ну и каждого такого фильтра. У меня, не знаю, черепахи, наверное, лет 12. Всего у меня их было 3. Вот. Вместе с этим, значит, 12 разделить на 3. Это будет по 4 года, наверное, хватает. Так его. 3-4 года. Вот. И так вот он просто здесь вставляется. Сейчас соберем обратно. Кстати, вот тут вот. Все это, когда я мою. Все вот это вот надо мыть. Вот эти вот все пазы вымываю. Вот так вот. Чтобы было чисто. Там. Ну, я пользуюсь ватными палочками. Вот. Чтобы здесь вот. Здесь вымывать внутри ватными палочками. Вот. Это все надо чистить. Чтобы фильтр работал хорошо. Так. Ну вот. Вставляем. Вот. Вот он. Видите? Вот такой вот. Он хорошо вставляется. Вот так. Раз. И все. Вот так вот. Раз. И все. Закрываем обратно крышкой. Закрываем крышкой. Так. Вот эти вот. Сейчас. А, да. Сейчас сначала моторчик приделаем. Вот так он ставится сюда. Сейчас. Вот видите? Вот здесь вот. Такой паз. И у него такой же специально, чтобы сюда вставлять. Так, чтобы виднее было. И вот так он вставляется сюда. Вставился. Наверное, вставился, да? Вроде держится, да? И вот этот провод, который от него идет. Вот так вот сюда. В эти пазы. Вставляем. Ну вот. Нижнюю крышку сделали. Так. Теперь. Теперь вот эти вот. Керамические кольца. Что? Их, чтобы положить. Я вот так их выкладываю. Чтобы они все поместились нормально. И крышка сверху закрылась. Я вот так вот их выкладываю. Выкладываю, выкладываю. Кладу вот такими вот рядами. Вот. Потому что если их правильно не положить, он потом будет не закрываться. Крышка. Даже еще одно я вроде керамическое кольцо выбросила. Потому что оно просто мешалось. И не давало закрывать, закрывать крышку. Так. Так. Ну, сейчас я положу, чтобы вас не утомлять. Вот. Положила. Так. Теперь закрываем. Вот надо вот эта вот крышка, да? Вот она. Чтобы эти пазы попадали, вот эти два паза попадали вот в эти дырки. Вот так вот раз, и все закрыли. Все просто. Вот. Вот так вставляем. Вот. Вот так вот. Так. Теперь берем нижнюю крышку. Вот у нее. И вот в эти вот пазы, опять же, вот так вот, вот так вот вставляем. Раз. И все. Вот щелчок такой. И закрываем. Все готово. Ну, и этот. Вот этот наш поворотник. Так. Ну, вы спросите, почему я именно этот фильтр все время выбираю. Не знаю, может, есть и удобнее. Может, я как-нибудь попробую этой фирмы Акваэль. Ну, мне он нравится. Во-первых, он светлый, еще приятно смотрится в аквариуме. Маленький и очень удобный для мытья. Я, короче, у меня был как-то внешний, здоровый. И там что-то было все проблематично. Это мыть все эти трубы и все такое. А для моих целей, так как у меня черепаха, он все прекрасно собирает всю грязь. Маленький, компактный, хорошо выглядящий и очень легко моется. Нет никаких ведер кошмарных, всякой ерунды, короче. Все здесь, вся грязь собирается здесь. И насколько мне его хватает, ну, видимо, ну, где-то, думаю, может, недели 3-4. Вот так вот он все чистит. Потом постепенно вода загрязняется и надо мыть все. Вот, но, наверное, на месяц как-то хватает, я думаю, да, нормально. Но я черепаху кормлю отдельно в тазу, поэтому у меня так не засоряется аквариум. Вот если внутри, конечно, кормить, то придется чистить его гораздо чаще. Вот, но я вот так вот приспособилась, поэтому у меня на месяц хватает. Вот, так что сейчас посмотрим, как я его буду ставить в аквариум. Так вот, я его подключила. Сейчас набирает воды. Вот, начал работать. Слушайте, вот его звук. Ну, как по мне, хороший звук. Очень хороший звук. Вначале, кстати, он работал погромче, а сейчас стал, я считаю, сейчас стал лучше. Вот, можно вниз его установить. Вот так вот он будет работать. Вот, кстати, идет у меня, вот. Я поворачиваю вот так вот. Вот такой хороший фонтанчик будет, да. Вот так поворачиваю этот рычажок, или как он там называется. Вот. Можно, ну, я устанавливаю для своей черепахи, так как у меня, вот, как вы видите, полюдариум, маленький полюдариум такой. Вот. Вот, ферпласт тоже. Вот. Поэтому, чтобы ей было больше пространства, я его ставлю не вниз, а вверх. Вот, сейчас у него впадает воздух, и он сейчас будет, естественно, сейчас пускать пузыри, сейчас пока приспособится, сейчас. вот, вот, вот так вот двигаю, вот так вот, вот, и начинает он у меня вот так работать. Вот. Тут, наверное, когда, конечно, на стену прицепляешь, звук громче, конечно. Вот, слышите, да. Вот. Но я все время ставлю так, потому что так лучше для моей черепахи. Вот сейчас идет мощный поток. Вот. Но так как он вот так вот видно на воде, да. Вот. Просто когда он внизу лежит, как бы виднее, да, когда этот выходит поток воды из него. Ну, тут вот все зашибись. Вот. И этот маленький фильтрик чистит все прекрасно. Все для моего полюдариума. Этого всего хватает. Все замечательно. И главное, что легко мыть. Легко мыть, никаких проблем. Не надо никакие трубы таскать. Поэтому я не люблю внешние фильтры. Может, там у кого с рыбами, здоровые аквариумы, понятное дело. А мне все это, когда я, внешний фильтр был с трубами, это был кошмар просто. Во-первых, в этих трубах все время собирается вся грязь и вообще ужас просто. А это очень гигиенично и чисто. Поэтому я люблю этот фильтр. Он мне нравится. И он умудряется за месяц собрать всю грязь. И при этом все нормально в аквариуме. Нет никакого кошмара. Так что, если кому интересно, особенно для черепах, рекомендую такой фильтр. Очень хороший. Ну и опять же я сказала, какие у них бывают поломки. И вот провод, как опять же повторяю, у меня там покоцался. Вот пришлось выбросить один раз. И второй раз, когда износ в движке его произошел, на этом штырьке металлическом он начал сильно громыхать. Вот такие, собственно, поломки, если можно так сказать. Так что, рекомендую этот фильтр, кому он подходит. Аполлидариум у меня, наверное, сколько он тут? Литров 40, не знаю. Наверное, где-то я заливаю литров 30 на черепаху. Вот этого достаточно. И чтобы она забралась на свой камень и лежала. Так что, рекомендую, смотрите мои видео, подписывайтесь на канал. Всего хорошего. Ну вот, запустила черепашку. Вот. И сейчас вот так вот все хорошо в аквариуме. Все помыла, почистила. Вот. И теперь фильтр. Теперь еще месяц он будет работать, чистить. А потом опять надо будет убирать, чистить аквариум. Полюдариум, как его назвать. Вот. Вот так вот. Все устроено. Так что для меня этот фильтр замечательный выбор. Продолжение следует... Продолжение следует...